включил. Добрый вечер всем, кто пришел и всем, кто будет слушать потом. Мы начинаем наш седьмой урок, серию уроков о храме и в некотором роде переходим через, поскольку это закончили половину уроков, запланированных 12, и мы переходим от тех, вот если первые шесть уроков мы в основном обсуждали храм, какой он был, первый храм, второй храм, разные связанные с этим эмоции, переживания, действия, события и так далее, то во второй часть уроков мы больше будем говорить о том, что происходило потом, о том, как еврейский народ помнил храм, о том, какое-то впечатление, в какой форме память о храме сохранилась у других религиях, христианской, в исламе, как развивалась храм Багара и так далее. Правда, за мной еще есть осталась одна тема, я это помню, недообсужденная из событий в храме, а именно вопрос о роли неевреев в храме, в том, которым был в первом и втором храме. Эту тему я решил соединить с темой допуска, с темой того, как в дальнейшем христиане и мусульмане пытались не пускать иноверцев в столкновение, когда они владели храмовой горой, или не пытались, кто-то пытался, тот не пытался, эту тему мы, эти темы мы объединим вместе и обсудим позже. Так вот, сегодняшний урок, он переходный. Мы начнем с того, что обсудим описание храма в Новом Завете. Кто-то может спросить, почему нам это так интересно, по многим причинам. И первое из них состоит в том, что Новый Завет – это текст, написанный очевидцем. Эти люди бывали в храме, а если кто-то из них и не бывал, то они, по крайней мере, получили устную традицию от тех, кто бывал. Даже если тот человек, который физически писал Евангелие и не был, не присутствовал в этих моментах, то он слышал от тех, кто присутствовал. Книги Нового Завета старше Мишин. Книги Нового Завета – ровесники Филона. И, возможно, даже какие-то из них старше, чем книги Флавия. То есть это аутентичные, пусть написанные не специалистом, и не большим знатоком храма жизни, а именно описание того, как воспринимал простой еврей, простолюдин, воспринимал храм второго имена. Поэтому, во-первых, в первую очередь для нас историческое свидетельство. А во-вторую, и это тоже важно, упоминание храма в книг Нового Завета сформировали в определенной, в значительной степени отношение к этой теме у последующих христиан. В значительной степени, но не полностью. Поскольку, как мы обсудим, часть христианского отношения не коренится к теме храма, не коренится непосредственно в Новом Завете, а коренится в исторических обстоятельствах вражды и конфликта с еврейством, которые существовали в первые века, имели большое значение в первые века христианство, а потом, наоборот, те или иные изменения отношений с еврейством. Вопрос отношения к храму, на него влияло и отношение между христианством и еврейством. Но все-таки в основе этого, даже в базе, лежали события, описанные в них Новый Завет. Итак, начнем потихоньку. Одно из упоминаний... Итак, первую половину сегодняшнего урока мы будем обсуждать вот эти вот свидетельства о храмах, охране, попавшей в Новый Завет. А в конце мы перейдем к теме того, как же, какое же отношение стремировалось на этой основе у христиан разных конфессий, разных направлений, разных эпох к храму и к храму в Игоре. Я не берусь исчерпать эту тему, как и ни одну из тем, которые я поднимал, но я ни в коем случае не претендую на исчерпание. Более того, мне кажется, что эта тема... Вот мы тут с одним из слушателей переписывались, действительно, есть, например, тема совершенно не недоизученная и мне очень малоизвестная. Это вопрос о том, насколько память о храмовом богослужении сохранилась в церковном богослужении тех или иных конфессий. То есть, наверное, кто-то этим занимался, и я таких исследований не видел, и тем не это интересует. Но мы ее не будем обсуждать, потому что она очень малоизвестна. Итак, перейдем к книге. Первый сюжет, открывающий, собственно, Евангелие от Луки, мы уже обсудили в контексте воскурения благовония. Помните, когда мы говорили о воскурении благовония, это был второй литерий наш урок, мы говорили о том, что Евангелие от Луки начинается с рассказом о Колине. о Колине, который представляется не просто Колином, а Колином, относящийся к определенной семье, то есть вполне историческая фигура. И этот Колин по имени Захария возносит благовония, воскуряет благовония. Мы говорили тогда, если помните, что это событие особенное, это большинство Колин возносили благовония раз в жизни. И вот в этот момент он достаивается некое откровение, он видит ангела, который сообщает о том, что у него родится сын, сын, который станет потом Иоанном Христителем. Эту тему мы обсудили. Следующее упоминание храма появляется уже во второй главе Евангелия от Луки. Написано, что когда Иисус еще был ребенком, когда использовались в дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы поставить перед Господом. То есть, как написано, и дальше идет ссылка на цитата из Торы, сообщающая о том, что каждый бахор, мальчик бахор, мальчик первенец, должен быть выкуплен. Теперь, был бы посвящен Господу, а потом он посвящен, он должен быть выкуплен, потому что нельзя его оставить в кране младенца. Теперь, легко заметить, что здесь автор Евангелия соединяет две заповеди, которые вообще никак не соединены друг с другом. Более того, они сильно отличаются друг от друга. Есть одна заповедь, стоящая в том, что первенец должен быть выкуплен после того, кем исполнится 30 дней, вы надо отвезти к Коину, и выкупить. Потому что по рождению первенец Еврея является собственностью, храмовой собственностью, можно сказать, там не очень четко сформулировано, поскольку никто никогда не оставлял его в собственности, норма стоит в том, чтобы первенца выкупать за определенную сумму серебра. Это делается иногда символически, а иногда вполне реально, вкладывать деньги Коину и выкупают его, выкупают первенца. Нигде в Торе не сказано, что это должно происходить в храме. В Торе сказано, что надо отвезти Коину. Коины живут по всей стране Израиля, в каждом городке, я думаю, в большинстве деревень, даже, а уж тем более, в каждом небольшом городке был Коин, может быть, было несколько Коинов, так как и в наше время, в любой еврейской общине, с замечающими исключениями, есть несколько Коинов, которые можно привезти младенца и выкупать. И поэтому мне казалось, сначала, когда я это читал, что это некое непонимание со стороны автора Евангелия, ну, что это он ведет его на храм, в гору, выкупать. А нет. Оказалось, что это вполне существовавший обычай, и происходит он от времен Эзра и Нехемии. Во времена Нехемии, то есть вскоре после возвращения второго храма, в книге Нехемии описано, что они заключили некий, собравшись на храмы в горе, причем собрали-то евреев в районе женского двора, с восточной части храма в горе, у входа в храм, собрался народ, и они заключили некое, приняли на себя некие обязательства, приняли некие обязательства. В частности, там было обязательство соблюдать шаббат, еще некоторые обязательства, как бы, и так их обязали, то есть вещи, которые должны были соблюдать в горе, они снова пообещали торжественно, что они будут это делать. Но кроме обязательства соблюдать шаббат, они там обещают приносить труму, приносить ту долю, Урожаев, которые надо приносить Коину, и своих детей, которых нужно выкупить, своих первенцев надо выкупить, приносить их к Дому Всевышнего. То есть, евреи по доброй воле обязались, что вот это действие, передать Труму Коину и выкупить первенца у Коина, надо совершать именно на Храмовой горе, хотя Тор их к этому не обязывает. Тем самым можно из этой истории сказать. Книги Нехемии понять, что действительно был такой обычай, по возможности, видимо, это не было обязательно. Ясно, что далеко не из каждого города можно было притащить младенца в Иерусалим. Это задача не каждому простому человеку по силу притащить младенца в Иерусалим. Хорошо, этот-то родился в Мефлееме, в Бетлехаме. А если кто родился в Зайордании или на Галанах. Поэтому практически, понятно, что не все это и носили, но был такой благочестивый обычай, чтобы совершить этот обряд выкупа младенца именно на Храмовой горе или в Храмовом дворе. Думаю, что не в Храмовой дворе как таковом, потому что младенца, естественно, несет женщина, мать. Это в наше время папа ходит, здесь не гулять. Тогда понятно, что ребенок месячного возраста был неотделим от матери. Ясно, что мать принесла его в Храм, и она его принесла. А не отец. Но мать никак не могла зайти в Храм его. Все это событие, это могло происходить и в женском дворе, или вообще в целом в комплексе, где-то на Храмовой горе, в том, что называется Храмом комплексом. Одновременно тут докладывается на это вторая заповедь. Вторая заповедь состоит в том, что через 40 дней после рождения ребенка, женщина, эти 40 дней она не может приходить в Храм. На 41-й день женщина может очиститься в Микве и прийти в Храм, и она обязана принести свою личную жертву в виде голубей. Так вот этих голубей, пары голубей или пары горлец, приносили начиная с 41-го дня. Понятно, что не всякая женщина могла попасть в 41-й день в Иерусалим, но вполне возможно, что эти жертвы могли приноситься и на несколько дней, и даже несколько недель, и месяцев спустя. Но как бы в 41-й день наступала обязанность женщине принести эту жертву. И эта жертва была очень популярна. То есть, в отличие от многих других жертв, как мы говорили, далеко не всякий человек, совершивший грех, реально бежал в Храм приносить жертву за грех. Кто-то это приносил, а кто-то и не приносил. А вот это люди в общем соблюдали. Из многих источников нам очевидно, что голубей этих приносили очень много, и очень много разводили в Иерусалиме голубей, именно для того, чтобы вот эту женскую жертву могла быть принесена, как полагается. Так вот, автор Евангелия от Луки перечисляет через запятую две заповеди, которые, вообще говоря, не связаны. А, я не подчеркну, что для того, чтобы совершить эту вторую заповедь, кто-то говорит, что нужна женщина, нужна мать, и нужна ее жертва, и она должна происходить в храме. Но тут ребенок совершенно ни при чем. Нет никакой функции у ребенка в этот 41-й день. Вполне можно его оставить дома с няней, теоретически. Но практически, по-видимому, мы понимаем из этого рассказа, опять же, рассказ пишет человек, не являющийся большим знатоком еврейской аллахии. Это простой еврей, который что-то где-то как-то слышал, и поэтому он рассказывает о том, что реально происходило. И, видимо, реально происходило, что многие евреи шли с ребенком в храм для того, чтобы совершить эти две заповеди вместе в одном пакете, а мать принесет свои голубей в жертву, первенцы выкупят у корина, и тем самым совершится благочестивый акт. Так вот именно это и происходит с мальчиком Иисусом. Его приносят в храм, чтобы принести в жертву пару борлиц или двух птенцов, а там его встречает некий человек, коин, слепой. Что мы знаем о слепых коинах? Мы знаем, что слепой коин не может совершать жертвоприношение. Он не может совершать никакого служения в храме. Но он не перестает быть от этого коина. Поэтому у слепого коина, как и у любого другого коина, страдающего каким-то телесным недостатком, он не может совершать благослужения, но может совершать все остальные функции коина. В частности, он может к нему приносить, выкупать младенца. И он может находиться в храме. Более того, были специальные работы, которые оставляли именно слепым, увечным коином, например, функция, ну, это слепой человек не мог, а вот скажем, какой-нибудь другой болезненный, вот на ноги коин, работа была такая, проверять дрова, чтобы в них не было червяков, да? Нехорошо поднять положительное жертвование в червивое дерево. Вот были коины, которые сидели в храмовом дворе в одном из помещений и перебирали дрова, чтобы в них не было жучков, червячков, чтобы были хорошие, качественные дрова, шли на ряд. Это была функция коинов каких-то страдающих кем-то увечьями. Слепой коин не мог, конечно, убирать червячков из дров, но я уверен, что ему находили другую какую-то функцию, а может быть, он просто находился там, находился, учил, учил Тору. А тут про него еще рассказывается, что он был известен особой святостью, и он постоянно, видимо, относился к какому-то из мессианских движений. Про него говорится, что он постоянно ожидал прихода Мессии. Мы не знаем ничего о нем, какому именно течении иудаизма он принадлежал, но вот он так вот сидел и ждал. И вот ему принесли Иисуса выкупить, и он, дальше там рассказывается, что он понял своим даром, что это какой-то особенный ребенок, и дальше рассказывается, что он по этому поводу сказал. Следующая история, связанная с крамом, происходит в той же самой второй главе, но уже 12 лет спустя. Когда мальчику исполнилось 12 лет, его взяли с собой на совершение пасхальной жертвы. Как мы уже упоминали между делом, существует заповедь еврею приходить в храм на праздники, особенная заповедь приходить в храм именно на Песах, чтобы участвовать в принесении и в поедании пасхальной жертвы. Идеальный пасхальный седр времен храма происходил в Иерусалиме. Празднование Песаха вне Иерусалима по определению было во времена существования храма неким неполноценным. То есть они, конечно, праздновали Песах, даже если они ходили в это время в Вавилонии или где-то еще, но они понимали, что они недовыполняют заповедь. Это неправильный Песах, этот Песах второго сорта. Понятно, что далеко не каждый еврей мог в каждый Песах прийти со всей семьей в Иерусалим. Собиралось много людей, собирались тысячи людей, но все-таки не сотни тысяч. Евреев в мире были миллионы. Мы знаем, что и в стране Израиля жило несколько миллионов человек, по-видимому. И в соседних странах Египта была громадная еврейская община, которая еще тоже шла на миллионы. То есть еврейский народ был во времена храма меньше, чем сейчас численности, но не сильно, не так, чтобы там во много раз меньше. Ивреев было на миллионы. Миллионы, если никогда не приходили в храм, то есть люди приходили в храм, может быть, несколько раз, если не жители Иерусалима и окрестностей, приходили несколько раз в жизни по каким-то событиям. И вот сообщается, что, когда ему было 12 лет, они пошли, его взяли с собой в Иерусалим. Я думаю, что обычайно считать бармит свой, мальчик именно в 13 лет, он поздний. Корни его окоренятся, корни уходит в книгу «Зор», и он, безусловно, не был таким виновичным. И вот этот обычай именно в 13 лет в честь мальчика полноценного взрослого, он относительно поздний. Он ранее средневековый, но он не относится к временам храма. По-видимому, нормой по временам храма было то, что мы знаем и из обычаев многих восточных евреев, что мальчик начинал соблюдать заповеди по мере того, как он к ним был приводен. То есть, как только мальчик был способен ходить, надевать тфилин, если видит чистоту тела, не мог, знал, что не пойти в туалет случайно, ему давали тфилин. Когда мальчик начинал быть способен читать Тору по свитку, он начинал читать Тору по свитку. Но все-таки где-то в районе этого возраста, там 11, 12, 13 лет, это и происходило. То есть, в этот момент мальчик начинал восприниматься как взрослый, начинал выполнять взрослые заповеди. То есть, его впервые берут в Иерусалим, где он теряется. Для нас это хорошее описание суеты и многолюдства, которое происходило на праздник в храме. То есть, они шли большим караваном из своего родного города, из Латрата. Большим караваном много людей шли в Иерусалим. И когда шли обратно, каждый из членов семьи думал, что мальчик идет с другим. Обычная ситуация в наше время вполне может случиться, когда мы большой семьей идем куда-нибудь в гости. каждый из них думал, что другой из них ведет ребенка. И увидел, что ребенок остался на храмовой горе. И тут мы узнаем интересный момент, что храмовая гора была местом изучения Торы. Это нигде явным, то есть, скажем так, это почти нигде явным образом не написано в наших текстах. То есть, мы не слышим, мы мало слышим. Есть отдельные намеки, я не буду сейчас за них сказать, но есть намеки, что... Но, в принципе, с точки зрения Мишны и Гемары, храм – это место служения, принесения жертв, совершения тех или иных обрядов, но не место изучения Торы. Для изучения Торы есть дом Бейхмедра, дом учения. А однако же, вот из этого текста, который, как я сказал, более старый, чем Мишна, старше Мишны, как минимум на сто лет, если не больше, мы видим, что храм есть место изучения Торы. Вот мальчик, оставшись один, прибивается к мудрецам, которые сидят там учат Тору, вступая с ним в дискуссии, он уже получил образование религиозное, он способен вести дискуссии, и вот его с интересом слушают. Я остановлюсь и скажу, что у нас есть проблема, состоящая в том, что Новый Завет написан по-гречески, а не на еврейском. Ну, принято считать, что Евангелие от Матфея было написано по-арамейски, а потом приведено на гречески, есть там много намеков, но, в принципе, текст, который мы знаем, это текст греческий, с тем или иными ивритскими и арамейскими словечками, цитатами, время от Матфея, но в целом это греческий текст. Поэтому, когда очень о многих ситуациях говорится, что они происходили в храме, храм в этой ситуации называется греческим словом неос, который, безусловно, не означает храм, который мы называем зданием бет-мигдаш, или бет-мигдаш, здание самого храма. Он означает комплекс. Насколько широкий, можно спорить, поэтому я считаю, что правильный аналог слова неос, который называется храм в Новом Завесе, будет ивритское слово мигдаш. И в отличие от слова бет-мигдаш, дом, который означает именно здание храма, слово мигдаш означает святое место, и когда мы говорим о вруссалимском храме, означает, как правило, весь комплекс зданий, окружавших храм, то есть, грубо говоря, храм в Угору. И более того, средневековые евреи, в описании к средневековых евреев, если мы видим описание 13-14-15 веков, евреев, которые приходят в Иерусалим, они называют всю храму в Угору словом мигдаш. Поэтому я предполагаю, что и греческое слово неос означает в данном случае всю храму в Угору. Почему я так думаю? Потому что во многих ситуациях, описанных в Новом Завете, где говорится о том, что такие-таки события происходили в храме, они происходили с участием женщин, они происходили с участием, например, знаменитая история о том, как привели женщину, которую заподозрили при любодеянии, привели женщину и собирались вообще ее побить камнями. Я оставлю в стороне юридическую сторону вопроса, явно ее не осудили полноценным евреем судом мудрецов, таким, каким мы знаем в полничном, потому что как бы там все неправильно. Какой-то вариант народного суда, неважно, было ли это или не было, но мы говорим о том, что Иисус сидит в храме, уже потом взрослый, и к нему приводят женщину, которую собираются побить камнями. Но невозможно себе представить, чтобы эта женщина, которая заподозрили при любодеянии, кто бы то ни было, в здравом уме впустил в храмовый двор, даже и в женский двор, не говоря уже о дворе Израиля, дворе Идамы. И уж тем более о здании храма. Ясно, что это событие происходит на храмовой горе, в том месте снаружи. И то непонятно, как женщину, заподозрившую при любодеянии, туда-то пустили, то, ну, предположим, там не так следили за этим. И другие все истории, и множество других историй, о которых говорится, что Иисус сидел в храме и учил. В храму-дворе запрещено сидеть. Опять же, понятно, что это не может происходить внутри самого здания храма, потому что в здании храма вообще вход только коиновый, только выскороучительный, только по необходимому. Но даже и в храму-дворе это не может происходить, по той простой причине, что в храму-дворе запрещено сидеть. Единственный человек, имеющий право сидеть в храму-дворе, это царь из рода царя Давида. Даже хасманейские цари, будучи коином, не сидели, а стояли в храму-дворе. Поэтому ясно, что события, про которые говорится, события, такое-то или иное событие происходят в храме, мы говорим о событиях, они происходят на храме-дворе. И вот эта история с мальчиком, 12-летним, который остался с мудрецами, сидит и разговаривает, как там написано. Через три дня нашли они его в храме, сидящие между учителями, слушающего их, и сдающие им вопросы. Изумляли все его разумы ответы. Попал там в бет-метраж, который происходил, видимо, в каком-то из углов храма-дворе и подключился к дискуссиям, таким, каких мы могли бы в современной Ешине или в бет-метраше услышать. Раз уж мы говорили об учении Тора, я продолжу этот сюжет и скажу, что целые главы Нового Завета происходят на храмовой горе, вот по такому же принципу, целые главы, посвященные каким-то учениям, проповедям, текстам, которые произносит Иисус. Это именно типичное изучение Торы, да, там обсуждаются вопросы, ему задают вопросы, он отвечает, на некоторые вопросы он отвечает серьезно, на некоторые вопросы он отвечает резко, чтобы отвязаться там, на него отвечают явные его противники, задают вопрос, но это изучение Торы, то есть храмовой горы есть место изучения Торы, место дискуссий, еще раз говорю, это не очевидно из наших еврейских источников, мне, как мне, в данном случае Новый Завет кажется важным свидетельством того, что так и должно происходить. Ну, если сказать о главах, мы не будем, почти три главы Матфея, полторы главы Марка, три главы Луки, целиком, разные, разные притчи, еще тексты, говорится, по ней, больше, говорится на храме, то есть, я так понимаю, на храмовой горе. Следующий сюжет, который тоже всем прекрасно известен, благодаря, даже тем, кто никогда не читал Нового Завета, благодаря бесчисленным художественным воплощениям, вам только не знаю, какой художник не рисовал этого, не писал этого сюжета, это сюжет с изгнанием торговцев из храма. Опять же, мы понимаем, что речь идет не о храме, в храме, ну, вот, возьмем для примера Матфея, вошел Иисус в храм, изгнал всех продающих и покупающих в храме, столы меняло, прокинул и прилавки продающих голубей. Да, значит, он пришел и устроил некоторый разгром. Сидели люди, продавали, меняли монеты, кто-то продал голубей, да, по-моему, уже голубей тут минали сегодня, голуби, это в первую очередь для женской жертвы, и вот он все это разгромил, раскидал и говорит, сказано, написано, дом мой, домом молитвы будет назван, бетти бетфилай каре, очень интересный момент, он не, он обрывает цитату, ну, как мы знаем из Талмуда, привычка обрывать цитату очень типична, Талмуд никогда почти не цитирует цитат до конца, Талмуд очень любит обрывать цитату, поэтому тот, из того, что он оборвал цитату, не следует, что он хотел ее остановить именно в этом случае, на самом деле, непонятно, почему это оборвал цитата, это важно, потому что в результате эта цитата попала в христианский обиход в оборванном виде, то есть замечательная фраза пророка Исаии, Исаияу, Дэй-Ти, Дэй-Ти-Ла и Карэ-Ли-Корэ-Амин, дом, нанесется, дом молитвы для всех народов, попадает в христианский обиход без слов для всех народов, и потом, когда тысячу лет спустя христоносцы захватят храм в горы и превратят кукол скалы в церковь, на входе в эту церковь будет написано на латыни «Дом мой дом молитвы наречется без слов для всех народов», а жители Питера знают собор, на котором это написано тоже без слов для всех народов. Почему он это разгромил? И где это происходило? Интересный вопрос. Как бы существует мейнстримная точка зрения и существует некая альтернативная точка зрения. Мейнстримная точка зрения стоит в том, что это происходило в базилике. Я не помню, обсудили ли мы эксперимент или нет, но вдоль южного края храмовой горы, на той части храмовой горы, который был пристроен Иродом, то есть это часть храмовой горы вообще говоря не была святой, то есть она не имела статус святости храмовой горы. Это то место, где сейчас стоит мечатель Акса. Во времена Ирода там стояла базилика, громадное здание по поверению археологов. В момент его постройки это было самое большое здание на Ближнем Востоке, не считая пирамид. Это было громадное здание, громадная базилика, очень подробно описано в плаве. И поскольку это была базилика и она была скопирована с базилики афинской, а потом уже по этому же образцу были построены бесчисленные базилики по всему римскому миру, но эта базилика Иродовская одна из первых. Она старше, например, знаменитых римских базилий в городе Риме, которые мы знаем. И то мы можем предположить, что и функция ее была такая же, как функция базилики афинской. То есть это было в первую очередь место суда, там сидел суд, сидит судья, который разрешает вопросы гражданские, не уголовный суд, а именно гражданский суд который собирает вопросы гражданам. Это было место сбора налогов и это было место торговли, то есть мы предполагаем, что в восточной части базилики, которая заканчивалась таким полукругом, видимо, сидели судьи, решали вопросы, а в остальной части этого громадного здания, еще раз очень большое, происходила какая-то, видим, мелкая торговля, в том числе и там сидели менялы. Что такие менялы? Мы их знаем из трактата Мишни-Шкалин, что евреи были обязаны закону Торы, ну, не очевидно, что этот закон Торы подразумевался именно так, но в той форме, в какой наши мудрецы прочли этот закон Торы, они упрощили, что надо, каждый еврей каждый год должен принести пол шекеля в храм. Если мы читаем стих Торы, можно бы подумать, что речь идет о том, что это надо сделать один раз, а не каждый год. Но мудрецы поняли таким образом, что каждый год для, ну, все-таки это не очень большая сумма, вполне, это не грош, но, но и не, не сравнимо с налогами, которые мы платим, да, сумма, уважаемая сумма, ее приносил каждый еврей раз в год, в каждое время мужского пола на нужды храма. Из этих денег храм покупал ежедневные жертвы, те жертвы, которые приносились каждый день, было важно для функционирования храма, чтобы ежедневные жертвы приносились от имени всего народа. Поэтому весь народ сдавал туда деньги, в эту кассу, эти повушекелевые монеты, и из этой кассы покупались ежедневные жертвы. Теперь, поскольку мудрецы обязали каждого еврея приносить полушекелевые монеты, они требовали, чтобы евреи приносили именно полушекелевые монеты. А если человек пришел с мелочью, с прутами, с медными прутами, то он должен поменять на полушекелевые монеты. Или же наоборот, пришел человек из какого-то дальнего города и от имени небольшой группы людей, все их полушекели собрал и поменял на одну золотую монету, и он пришел из дальних стран с золотой монетой или с несколькими золотыми монетами. Он должен их разменять на полушекелевые монеты и внести в эту кассу торжественно именно полушекелевые монеты. Поэтому очень важны функции в храме, во втором храме, это, по-видимому, обычаи второго храма, мы не слышим о первом храме. Может, он где-то и соблюдался, но не очевидно. А во втором храме он соблюдался, безусловно, и во втором храме была важная функция меняла. А продавцов, жертв, мы уже говорили теперь. Они, предположительно, сидели все в этом самом базилике. И приходит проповедник бродячий, да, которого ученики высчитают Мессии и начинают громить, раскидывать дворы, раскидывать столы, раскидывать монеты и объяснять им, что дом молитвы назовется. То есть, подчеркивать, что храм можно так прочесть, что тем самым хочется сказать, что храм может быть местом молитвы, а вот эти все материальные служения, эти все ваши монеты, эти все ваши голуби, это все ерунда. Это одно прочтие. Второе прочтение этой истории написано, это профессор Ритмейер, есть такой, один из лучших специалистов нашей эпохи по всем, что связано с храмом, я много пользуюсь его книгами, профессор Линд Ритмейер, большой книг Израиля, сейчас живется в Ирландии. Так вот, Ритмейер считает, что событие происходило вне базилики. Что он говорит? Что я думаю? Что потихонечку, в базилике это не святая часть. Ставили в базилике эти столы, меняли эти голуби, и стояли, и так они там стояли годами и десятилетиями. А потихонечку, ну это мы знаем свойство такое за торговцами, да? Если торговцам где-то расходят, они начинают распространяться вне своего. Сначала они были на базилике, а вот они уже чуть-чуть не видели базилике, а вот они еще ближе к храму, и ближе к храму, ближе к храму. Вот они уже у самого входа в храм начинают ставить свои столы. И вот это вызвало ярости Иисуса. Нечего от вашей торговли сидить в базилике, которой вам отвели испокон веков, а нечего тут распространяться на все пространство храма горы. Так он понимает эту историю. В любом случае, она нам показывает, что эти торговцы там были, и он их раскидал. Ну, еще одно. Я не смогу, и не успею все, и не нужно. В моей книге, кстати, описаны и остальные истории. Есть там целая главка в моей книге, посвященная всем этим описанию храмов в Новом Завете. Я не претендую, что я все сейчас перечислю. Я назову еще три важные вещи. Одна – это пророчество разрушения храма, потому что они в последующей истории очень сыграли большую роль. В нескольких, в разных Евангелиях немножко разными словами, но почти тем же словами описывается следующая история. Когда, выйдя из храма, Иисус хотел идти, подошли ученики ему, чтобы показать ему здание храма. То есть мы понимаем, что если мы уже слышали, что храм, как правило, называется вся храмовая гора, он сошел с храмовой горы, находится вне зданий, и ученики говорят, пойдем посмотрим, смотри отсюда, какие это после перестройки Ирода. Мы видим эти новые огромные стены, те самые стены, которые, стена плача, которая нас так восхищает в наши дни. А вот тогда, 2000 лет назад, она была новая, только что построена, да, громадные эти камни, невероятные, которые мы до сих пор не можем понять, как их туда таскали. Он говорит, посмотри, какие огромные камни, полюбуй, давай полюбуем, какое вот восхитительное здание. И мы, а он ответ его такой, он ответил, видите вы все это, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, который не будет опротив. В других евангелиях чуть-чуть другими словами, но смысл тот же самый. Потом пророчествуют, что храм будет разрушен. На мой взгляд, при непредвзятом чтении этого текста, невозможно сделать вывод, что он хочет, чтобы храм был разрушен, что он радуется, что храм будет разрушен. Описание этого камня на камне здесь не останется. Любой библейский пророк, который пророчествовал о будущем разрушении первого храма, пользовался похожими выражениями, говоря о том, что все это будет разрушено, и Иерусалим будет разрушен, и так далее. Мы не подозреваем их в том, что они этому радуются. Более того, очевидно, что пророки в ужасе от того, что они рассказывают, но сообщают. Поэтому, если человек приходит, глядя на храм, говорит, что скоро это время близится, он будет разрушен, ниоткуда не следует, что это то, чего он хочет, чтобы произошло. Почему это так важно? Потому что для понятия понимания последующего византийского отношения к храму и горе, к чему мы перейдем через несколько минут. Еще одна интересная вещь, но это, может быть, это курьез, скорее, но все-таки просто интересный. Самое старое упоминание о празднике Хануки в наших источниках принадлежит именно Новому Завету. Настал тогда праздник обновления в Иерусалиме. Это перевод слова «Ханука» через греческий язык «Ханука», 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 «Тамитер», «Была зима». Это мы знаем, что Ханука зимой. Ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Вот это интересный сюжет. Было некое место, оно потом еще упоминается в «Деяниях апостолов» и не упоминается в наших источниках. Было место на храмовой горе, которое называлось притвором Соломоновым, портик у Соломонии на ладыне. Портик Соломона, и, к сожалению, греческого я не знаю и не могу почитать вам, что там было. По-видимому, Ритмеер посвятил этому целое исследование, и я с ним согласен. По-видимому, это была восточная стена храмовой горы. Например, до того места, где мы стоим и молимся сейчас, когда ходим на храмовую гору, там был портик. Почему мы думаем, что это так? Мы знаем, что вдоль всей стены храмовой горы изнутри шел портик, да? С колонавой, с крышей, галерея такая, где можно было гулять без стены. То есть вдоль всей храмовой горы по периметру был портик. Но храмовая гора была перестроена Иродом. И это было на памяти людей. То есть люди прекрасно знали, что портик из севера, из юга, из запада построен Иродом. А восточную стену храмовой горы Ирод не перестраивал. Вполне разумно предположить, что если он не перестраивал стену, то он не переделывал портик. Зачем переделывать портик, если мы не передвигаем стену? Поэтому предмет предполагает, что портик, бывший вдоль восточной стены, остался с до Ирдовских времен. Он, конечно, не был Соломонов, он не был от царя Шламона, он не был из первого храма. Он был из времен строительства вот этих всех. Все эти здания были построены в начале периода первого храма. Много, большинство из них построил Шимоно Цадик в конце персидской или в начале греческой эпохи. Но это было лет за 300. И с точки зрения народа то, что было 300 лет назад, это уже царь Шламона. Это и сейчас так. И в все последующие средневековые эпохи народ, как правило, не очень хорошо различает. 300 лет это стоит или 1000 лет стоит. Это было давно. Ну, как сказал мне один наш знаком бедуин, показывая какое-то красивое строение в пустыне, которому, по-видимому, на самом деле, несколько сот лет, но это неважно. Мы спросили, сколько лет этому. Он говорит, ой, это до моего прадедушки. Очень давно. Наверное, римляне. То есть для него вот то, что до прадедушки и римляне, это больные. И так вот, простой человек, простая вредность называл портик, идущий вдоль стены, которому 300 лет. Ну, вот он Соломонов, значит, он до Ирода. Ну, и последнее, что на двух минут, что после казни Иисуса, и ученики остаются одни, и они, где они находятся? Они находятся опять-таки в храме. Например, есть несколько обменаний и в Евангелии от Луки, и в Деяниях. Например, в Деяниях каждый день единодушно пребывали в храме, преломляли по домам хлеб, принимали пищу веселья, простоте сердца и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и после того, как Иисус уже был не с ним, ученики находились в храме. Естественно, их место было до того, что они отправились по всему, по всей Римской империи проповедовать. В начале их было естественное место, где им находиться, было находиться в храме, куда, предполагаю, что они занимались тем, что обсуждали в том месте, где изучали Тору, они обсуждали учения своего учителя, которые уже не с ними формулировали, записывали, запоминали, отменивались воспоминаниями и так далее. Происходили именно в храме. То есть, храм продолжал заниматься местом изучения Торы, в том числе и для этой, как бы, это даже еще не была секта, это было некое течение внутри еврейского народа, которое считало Иисусом и Машехом, так же, как многие другие течения считали Машехами своих тех или иных учителей, здравствующих или умерших. Это основные пункты, которые мы хотели сказать о Новом Завете. Последние 10-15 минуты хочу посвятить тому, как в последующей истории двухтысячелетней менялось христианское отношение к зданию храма и храму в Игоре. Нормой византийского христианства было подчеркивание вот этих слов, которые мы прочли о том, что камня на камне не останется, как пророчество, которое сбылось, поскольку по факту храм был разрушен. Хотя, кстати, многие последующие путешественники удивляются, а ведь там не точно сбылось, да, ведь здание храма разрушено, а вон стены вокруг стоят, непорядок. Ну, как-то они с этим справлялись. Подчеркиваю, что вот то, что храмовая гора разрушена, то, что храмовая гора разрушена, это есть выполнение пророчества, и поэтому это так здорово, и поэтому надо так это и охранять. Результатом этого было то, что византийцы не строили ничего на месте храмовой горы, да. Город Иерусалим рос, расцветал, там строили здания, церкви, то есть все, на храмовой горе почти ничего не было бы построено. Почти ничего, потому что кое-что в южной части было бы построено, это нам не важно. Как концепцию, причем это я не придумываю, это писали сами византийские учителя, писатели тех времен, что вот, да, вот храмовая гора, мы на ней ничего не строим, потому что Иисус обещал, что он будет разрушен, вот мы всем показываем, как он разрушен. Как я уже сказал, это явное вырывание, как бы, на взгляд непредвзятого читателя, никак нельзя сказать, что Иисус, описанный в Новом Завете, ненавидит храм. Он полкнижки провел в храме, он в храме учил, он в храме находился, он туда привели младенцам, и тюрьму там, ни малейшего отвержения или ненависти к храму он не высказывает. Он констатирует, пророчествует о том, что храм будет разрушен. Но византийское христианство вывело это таким образом из контекста, подчеркнув, что христианство противоположно идее храма, не хотели ничего строить на храм на горе. По мусульманским свидетельствам, которые мы не знаем, правда они или нет, но мусульмане свидетельствуют, что христиане превратили храм в огору в помойку. Возможно, что это произошло именно в последние годы, после тяжелой войны с персами, о чем мы еще будем говорить. И после того, как евреи попытались восстановить служение, примерно за 20 лет до прихода мусульман, евреи, по-видимому, восстановили жертвенник и снова стали приносить жертву на храм на горе. И я думаю, что для византийцев это было таким неприятным, оскорбительным фактом, что они могли вполне действительно в эти последние 20 лет действительно демонстративно превратить это место в помойку, святое место в помойку, для того, чтобы показать свое отвержение идее храма. Итак, византийское православие, византийское христианство, еще не было разделения церкви, византийское христианство отвергает всякое уважение храма и храмовой горы. Впрочем, это тоже не совсем так, потому что в значительной степени церковь, например, особенная церковь София, подчеркивается, она является неким наследием храма. Это сложная, интересная тема, о которой мы сейчас касаться не будем, с какой степени церковь вообще и соборы, называемые именем София, в частности, в особенности являются наследниками храма. Но все-таки в целом и последующее православие в значительной степени унаследовало этот настрой. Мы, например, не слышим о православных паломниках, которые бы почти, можно назвать единиц за 2000 лет, мы можем назвать единичных православных паломников, которые именно шли как в паломничество на место, на храмовую гору. Второе отношение, совершенно другое, это отношение крестоносцев. Крестоносцы, это уже произошло разделение церквей, это уже католическое воинство, захватывает Иерусалин для того, чтобы освободить, в первую очередь, храм гроба. То, что интересует, это храм гроба, храм, точнее, христианское название, храм воскресения, то, что мы называем храм гроба. И это их цель. Но когда они захватили Иерусалин, и сначала они превратили храм в гору в место страшного побоища, на храм в горе погибло, было убито огромное количество и мусульман, и евреев, в том числе, кто сдался на милость победителя. Милости не было. Христиане начали свое присутствие в Иерусалиме очень нехорошо. Но потом, буквально через несколько лет очухались, и вдруг поняли, что в их руках место, в котором есть храм. И с точки зрения крестоносцев, здание золотого купола – это храм Таряш-Лумо. Некоторые из них подозревали, что он построен позже, более образованные. Но они его называли «темплум домине» – храм Господа. Они по надписям, по рисункам, которые мы знаем, какие были изображения, мы знаем, какие были надписи над входом внутри, на тех или иных местах. Это все связаны были надписи и надписями. И надписями, которые мы обсуждали сегодня целый час, тем иванными сюжетами, которые происходят в храме. То есть в восприятии крестоносца здание золотого купола – это и есть храм Соломона в «Темплум домине». И поэтому он становится в какой-то момент практически на равных с храмом гроба. Мы знаем по писанию времен крестоносцев, что были богослужения, место совершалось и в храме гроба, и на храмовой горе, и они считались практически равнозначными. Все время шел некоторый спор, что важнее храма гроба, и были какие-то церемонии, когда шествие шло из одного здания в другое, показывая их сверху. Крестоносцы вдруг ставят очень высоко. И с этого момента, собственно, благодаря крестоносцам, представление о золотом куполе как о храме проникает в европейскую живопись. Начиная с эпохи крестоносцев, мы видим, что художники, когда хотят нарисовать храм Соломона, они рисуют, есть много очень знаменитых картин, на которых они рисуют здание купола скалы для того, чтобы изобразить храм времен Шломо, или времен первого храма, времен второго храма, или времен Иисуса, неважно. Кстати, в результате этого потом он просочился к евреям, и уже в 18-19 веке мы видим, что когда евреи хотят нарисовать храм, они рисуют купол скалы, взятый, видимо, с картин этих самых разных христианских художников. Итак, это некий второй взгляд, но он длится недолго. Хрестоносцы правят храму, выбирают чуть больше ста лет, потом их оттуда изгоняют, да, чуть меньше, прошу прощения, чуть меньше ста лет, их изгоняют, и дальше им надо будет формировать новые отношения. И они не сформировали. Надо сказать, что католическое отношение к храму, к теме храма остается двойственным. С одной стороны, вроде бы, хрестоносцы, да, веришь их храм, так это надо место уважать, а с другой стороны, вроде бы, было сказано что-то о разрушении. И вот, когда ты читаешь средневековые католические тексты после хрестоносцы, то есть некоторая двойственность в отношении. То ли мы это место уважаем, то ли мы это место не уважаем, то ли оно должно быть разрушено, непонятно. И, наконец, третий вид отношения христианского к теме храма возникает в рамках христианского сионизма. Уже, ну, как вы знаете, христианский сионизм XIX века, это было в первую очередь британское явление. Именно британцы были первыми создателями идеи христианского сионизма, потом он потихоньку присоединяется на Германию и в меньшей степени на Америку, а уже в XX веке это становится в первую очередь американским явлением. Хотя сейчас, например, больше всего христианских сионистов как-то раз живет не в Америке, а на Тайване и в Южной Корее. Но это уже особенности нашей эпохи. Христианские сионисты – это люди, которые движимы идеей о том, что описанное пророчество возвращения евреев в страну Израиля должно произойти, и довольно быстро у них возникает идея о том, что с основной части этого проекта должно быть восстановление храма. Евреи должны построить храм. Я не буду сейчас сдаваться, и время кончается, да и так это все. Важно, что есть разные отношения среди христианских сионистов, есть очень разные течения, есть те, которые считают, что в конечном итоге мы как-то все сольемся в экстазе, или что все евреи станут христианами, а другие что не считают, что евреи станут христианами, или что мы просто будем как-то дружить так или иначе. Они очень разные, но если не смотреть в конец времен, а говорить о нынешней ситуации, то христианские сионисты смотрят на тему восстановления храма, ну, примерно так, как самые ортодоксальные евреи, ну, то есть, скажем так, у большинства христианских сионистов не будет никаких споров с Махоном и Микдашем, у меня может быть больше споров с Махоном и Микдашем, чем у христианских сионистов нашей времени. То есть, они именно видят, как правило, говорят о буквальном восстановлении храма, либо второго, либо хискелевого, и поэтому очень люди охотно посещают храмовую гору, поддерживают разные еврейские движения. Вот у нас и наши, мы очень близко общаемся с китайскими, точнее, тайваньскими христианами, которые переводили нашу книгу, и мы видим, насколько они серьезно к этому относятся, более серьезно, чем многие из евреев, к сожалению. Ну что ж, время наше давно истекло, поэтому на этой точке я остановлюсь. Если есть вопросы, несколько минут, я с удовольствием, или же присылайте их потом. Спасибо большое. Не, на здоровье, на здоровье. Давайте, Идарь. Вопрос по, насколько можно считать достоверным Новый Завет, с точки зрения, скажем, его историчности, патологичности, потому что есть впечатление по многим, скажем так, частям Нового Завета, что писал свидетель со слов свидетеля, со слов свидетеля. Например, странное искажение, например, по процедуре Пуховым, да, когда в пятницу крадут тело, да, там, не намазов, а потом после шаббата приходят и намазывают, да, то есть, это явно какое-то... Не вижу ничего странного. Ясно, что если шаббат надвигается, то с точки зрения Торы надо быстро положить тело в пещеру, потому что, собственно, тело не может основаться вне пещеры, а, с другой стороны, никакое не намазывание, никакие другие процедуры нельзя совершать в шаббат. Поэтому, я думаю, что и в наше время... Не, а просто вопрос, а зачем тогда делать после шаббата и приходить и намазать? А, потому что... Ну, это... Мне не кажется, что это как раз мне не кажется. Мне кажется, что это... Я вижу, скорее, отражение... Вот, еще раз, мне кажется, вот в отношении храма мне это очевидно, в других вещах, в которых я хуже понимаю, мне это менее очевидно, но я это слышал от больших знатоков и учителей. Мне кажется, что это является... Что Новый Завет в значительной степени адекватно отражает представления о еврейской жизни, бытовавшие в простом, необразованном классе. Не у среди мудрецов. Эта книга написана не мудрецом, не рабином, а именно человеком... То есть, я не знаю, кто ее писал, но она передает представления, которые характерны для рабочего, крестьянского, так сказать, рыбацкого класса еврейского народа. Я не специалист, я не специалист ни в коем случае по новозаветной литературе, не претендую на эту роль. Есть... Вот этот вопрос, насколько можно считать Новый Завет достоверным источником для восприятия... Я думаю, что уж по-всякому не меньше, чем Флавия. Понятно, что Мишня является более точным источником, но уж ничуть не хуже Новый Завет, чем Моисе Флавий. И тут не специалисты, это не специалисты. Мне не кажется. Мне кажется, вот так ему относится. Мы же не пытаемся на основании этого техсвидетельства строить сейчас храм, или принимать какие-то логические решения. Нет, не поэта. Да, но в качестве картинки мира, в качестве картинки представления, да, мне кажется, что можно, но есть, наверное, специалисты по Новому Завету, которые лучше меня по этому поводу скажут. Спасибо. Альберт не подключился, вот можно спросить. Если можно. Не совсем понятно насчет, в какое время и кто источник мусора на храмовой горе. Я не... Скажем так, все, что мы знаем. На самом деле, давайте так, это очень хорошо подходит к теме к следующему уроку. В следующем уроке мы будем обсуждать попытки восстановления храма евреями в первые, там, 500 лет после разрушения храма. Хорошо. И в этом контексте очень этот мусор хорошо у нас строится. В следующий раз наша тема это отношение, еврейское отношение храма в первые века после его разрушения. Именно вот до, ну, скажем, грубо говоря, до мусульман, до эпохи мусульман. Ладно. Спасибо всем. До встречи через неделю. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова